Вопрос о нравственности людей и соответствующем наказании. Вот живет, к примеру, какое-нибудь дикое племя. Люди они все хорошие, друг другу помогают и так далее. Но живут они на землях с залежами золота и нефти. И вот однажды к ним приходят представители так называемой цивилизации и начинают все разрушать. Кого-то убивать и даже деревья с руками срубать. По копу получается, что они сами как бы виноваты, так как были недостаточно нравственными. Хотя в чем их вина? Да и все происходило так быстро, что и научиться уму-разуму не было времени. Вообще нравится и нравственность понятия однокоренные. И обозначают они то, чему объективно подчинена внешние видимые действия, внутреннее течение мыслей, воля человека. И что человек не воспринимает как зло. Поэтому о нравственности всегда можно говорить. То есть как бы безнравственность, есть два понятия. Не может отсутствия быть нравственности. Это скорее всего мешанина в приоритетах нравственных категорий. Когда используется в одной и той же нравственности категории, конфронтирующие между собой. Что касается человечества вообще, иначе нельзя рассматривать жизнь, так скажем, примитивных народов, то следует сказать следующее. Человечество на протяжении всей своей истории живет не в русле Божьего промысла, а находится в зоне Божьего попущения. И все катаклизмы, которые происходят со странами и народами, они происходят именно так, в рамках той объективной нравственности, которая присуща всем этим странам и народам, вне зависимости от того, на каком уровне они развития находятся. И вот в начале 20 века были популярны так называемые Human Zoo, или Zoo, если по-немецки. Человеческие зоопарки, когда возили примитивные народы по цивилизованным, так скажем, странам, и люди приходили в зоопарк посмотреть, как живут там негры, папуасы, там еще. Ну, демонстрация такая, как животных показывали в вольерах. Так вот, существование народов на ранних стадиях развития даны человечеству вообще, для того, чтобы человечество не забывало о том, откуда оно вышло, как развивалось, и какие последствия оно будет иметь, чтобы было с чем сравнивать. И эта нравственность уже человека, конкретно сталкивающаяся со знаком свыше, как он поступает к этому знаку. Так что ничего случайного не происходит, и ответственность здесь лежит на всех народах. Что касается колонизации, тех, кто приходит, то да. Вот в прошлом вопросе ответил, был вопрос по Адыгее. Вот есть колонизация, условно говоря, колонизация России и колонизация европейским миром. Вот если европейский мир пришел на территорию Соединенных Штатов, то от многомиллионного населения индейцев ничего не осталось, ни территории, ни государственности, и никакой культуры, причем вот по тем же Адыгам. Вот можно привести такой пример. Все читали Фенимура Купера, и все знают, ну, последний из магикан, да. А ведь магикане-то сражались на территории англичан. Ну и где эти магикане? Они уничтожены этими англичанами. То есть сделали свое дело, и пошли вы. Такого отношения к народам у России никогда не было. Все народы сохранялись, и все народы развивались. И все теперь имеют возможность развиваться в будущем. Это одно отношение, приход к народам, которые стоят на более ранней стадии развития по отношению к тем, кто приходит к ним с цивилизационным, скажем, с состоянием цивилизационного развития. Пусть технократического, но, тем не менее, на более высоком уровне развития. А то, о чем говорится, это западная концепция управления. И то, и другое происходит в зоне Божьего попущения. Но российский путь – это движение к руслу Божьего промысла, а западный путь – это самоуничтожение в зоне Божьего попущения. Это, опять же, для всего человечества в целом. Это последний вопрос? Ну, вот, как показывает практика вопросов-ответов, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что все вещи не входят в круг наших понятий. Это я к тому, какие вопросы задаются. Вот нужно многие вещи включать в круг своих понятий. Нужно понимать, что происходит. Поэтому, чтобы понимать, нужно знать. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления, осваивайте знания управления социальными суперсистемами, и тогда все эти вещи будут вам понятны. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok